Привет! С вами, как обычно, я, Саша Борода. Сегодня у меня в руках игра, в которой вам предстоит придумывать название для весьма интересных существ. Головоногие. Суть игры довольно проста. По очереди тянутся карты с головоногами, которым даются имена. Если головоногу, изображенному на вытянутой карте, уже дали имя, то вам первому нужно его назвать. Старайтесь придумывать имена ассоциативно, чтобы их проще было запомнить. А это наш трудовик, он тоже всегда синий. О, а это боярский бешляп, узнаете? Конечно, его бешляпы никто не узнает. О, а это гаишник, тоже только ноги из кустов торчат. Но проявить фантазию в придумывании имен вам все-таки придется. А иначе игра будет выглядеть вот так. Василий. Юрий. Николай. Так, Василий был, Юрий был, Николай был. О, придумал. Алло, такси, здравствуйте. Оператор Мария слушает. Ха, Мария! Если бы игру «Головоноги» придумали китайцы, то карты мало отличались бы друг от друга. Когда видишь на игровом поле двух одинаковых существ, нужно крикнуть «Головоноги!» «Головоноги!» Как он узнал нашу фамилию? Кстати, художник, который рисовал эти картинки, вдохновлялся обычными жизненными ситуациями. У этой девочки очень тяжелая судьба. Она спалила себе почти все волосы на голове, но продолжает носить с собой тот самый злосчастный светильник. А в этой картинке я решил изобразить работника автоваза в день приезда комиссии из Москвы. Видите? Тоже ноги трясутся, потому что руки не из плеч растут. А на эту картинку меня вдохновила прогулка по Питеру. Я гулял по Невскому, по ветру неслась шляпа, а за ней бежал Михаил Боярский. Вот это меня и вдохновило. А это самый печальный «Головоног». Она грустит, потому что с виду она вроде как огурчик, а ноги волосатые. Спасибо! С вами был Саша Борода. Играйте в настольные игры! Играйте в настольные игры!